Доброго здоровья! Итак, юзер МН8КЛ6ГЛ2Ф на псориаз был и его нет, где написано не просто, что там, как там я буду лечить, а человек уже практически от него избавился и описывает. Что же мы здесь встречаем? Вот, пишется, псориаз, экзема, это надо убивать, апистархоз, клонорхоз, лямбли, вот и все. А знаете, экзема, псориаз, ну они могут быть и не обязательно вот с этими паразитами, они могут быть и без них. То есть в предыдущем примере, псориаз был и его нет, ничего об этом не указано, что там были. Я сейчас в инфекционке. Травлю бельдрицидом. Это лекарство широкого спектра действия от паразита. А паразиты у нас, допустим, в естественном воздравлении есть масса самых различных средств, с помощью которых можно воздействовать и на паразитов. Причем есть такие средства, которые избирательно воздействуют больше на одних, меньше на других. Тут все в том, чтобы их подобрать. Ладно, дальше. И псориаз пройдет через время, когда выведу Описторхи. Вы знаете, вот когда вы выведете Описторхи, тогда вы можете сказать, что он прошел из-за того, что я вывел, допустим, Описторхи. А пока это, знаете, вот в голове у человека создалось мнение, что это вот от этого, и это будет вот так вот. А вот что будет на самом деле, это покажет практика. И мне хотелось бы, чтобы вот этот пользователь примерно месяца через три, ну пусть через полгода, но хотя бы вот начало через три, а потом через полгода, поделился своим этим лечением. Так. И длинные паразиты, вот и все. Знаете, вот и все. Вот и все, когда это все. А пока это в процессе, все это будет, или только половина, или вообще ничего не будет. Если в данном случае вот у этого пользователя псориазия экзема. Либо же, может быть, он просто травит этих самых паразитов. А это, как бы сказать, вот такое, такие сопоставления делают. Так. Одной очищении печени не пройдет псориаз, потому что Описторхи сидят на печени и жрут ее. Так, и желчный проток, и камни в желчном, и жрет поджелудочную. Если убрать Описторхов, будет рак печени, поджелудочную. Тут уже пошло, пошло, так знаете, это самое. Фантазия пошла, пошла, пошла. Не будем спорить, все это может быть, все это может быть. Но смотрите, ну вот смотрите. В прошлом видео, что там мы говорили? Да, кстати, а как, если, как очищать печень? Вот, это вот большой вопрос. Если мы просто используем масло и лимонный сок, это можно сказать, ну да, печень очищается, там все такое. Но вот если мы с вами используем сначала противопаразитарочку, а потом мы еще дополнительно используем травки побуревой, это совсем другая очисточка у нас получается. Печень совершенно иная, которая уже на этих паразитиков. Я уже там молчу, по-моему, вот эти Описторхи, на них особо действует березовый деготь. То есть есть такое средство, которое, как бы сказать, они очень не любят. Ладно, значит, Описторхи сидят и так ткали камни в желчном жжет, по желчному убрать, то есть можно чисткой печени с вот такой подготовкой все это сделать. Далее. Продукты. Описторхам забивают протоки желчного слизи, и желчный выходит на переработку пищи, но не выходит, не выходит но опять-таки это все, все это можно сделать дальше, да и вздутие живота и метеоризм, и запоры, и псориаз ага, и все это вместе так сказать, вот как-то, знаете валится в кучу вздутие живота, может быть без всяких апистурхов сладкого компота выпейте хотя бы литра полтора, два, и у вас начнется это вздутие живота с метеоризмом запоры они имеют разные, знаете, вот не то, что вот это да, это, будем говорить, одна из причин запоров, но их огромное количество, этих запоров, псориаз и псориаз, и как бы и судовали псориаз, ну ладно только после травли гельбицидом голодание промылку то есть вот этим вот средством, которое значит убивает а я вам, знаете, как-то рассказывал, что ну пускай там апистурхи, или еще кто-нибудь или еще кто-нибудь, знаете, вот это потравится дело в том, что паразит в организме человека, он имеет определенный цикл своего развития и этот цикл проходится практически во всем организме значит ну допустим маскариды обитают в кишечнике их личинки обитают в легких миграция этих личинок идет там по всему организму и в крови и так точно все остальные там паразиты поэтому там грубо говоря травить не перетравить а вот если мы с вами берем голодание мы уже знаем и у нас есть огромное количество этих возможных видосов только после травли голодания промывку и так далее это упрощенный взгляд в зависимости от того сколько вы будете голодать если вы будете голодать за 3 недельки то в организме создаются такие условия от которых дохнет вся эта зараза начиная от больших паразитов и кончая маленькими паразитами они дохнут но должно быть время и у каждого так сказать свое это все получается у одних могут выходить паразиты грубо говоря через неделю голодание у других через 2 недели у третьих через 3 недели но через 4 недели начнется уж точно какой-то движняк такой лично вот у меня когда я голодал это все повалило после 30 суток даже до 30 суток ну после 30 суток так это активненько знаете выходила вся эта мерзость то есть не только этот бельтрицид этот может что-то там сделать еще разок вы знаете когда человеку что-то скажут вот одно он где-то прочитал или узнал он только знает это а вот в чем заключается расширенный кругозон да оказывается огромное количество есть хотя бы даже тот же керосин тот же керосин не любят вот эти все апесторхи все зависит от того сколько вы будете какой курс его делать ну и дозировку там такую подобрать ну это так к примеру я вам рассказываю еду завтра делать доуденальное зондирование ну если люди я так понимаю они не берут ответственность на самих себя считают что это другие сделают лучше но я не возражаю могут быть там знаете там специальные так сказать приспособления уже наука это там придумала как это все делать значит промывать протоки желчные от мертвых апесторхов там сами мне не выйдут будут гнить в протоках и поджелудочной железе да скажем так всякое может быть нельзя так однозначно сказать что они там будут гнить или все таки выйдут но тем не менее это самое и выходят и не выходят всякое бывает так далее а все от речной рыбы карповых происходит заражение цистами и живут они на печени пока не помрут до 40 лет это откуда-то уже эти самые откуда-то информация такая вот это то есть это человек явно вычитал значит от речной рыбы карповых происходит заражение происходит заражение насколько я понимаю при некачественной обработке рыбы то есть она должна быть все таки качественная тогда ничего нет и опять таки в каком количестве эту рыбу потребляете чел там потребляете ладно значит а человек страдает и не знает от чего ну есть такое есть такое так вот если что не страдал надо разобраться ладно всю жизнь а всю жизнь страдает случайно попалось видео Артема Хачатриана про паразиты про паразиты пошла и пошла сдавать желчь доудинальное зондирование и в анализах опи вот и все вы знаете как бы сказать это это может быть только одна часть а может быть и другие вещи то есть ну будем говорить мне бы хотелось бы там узнать через месяца три бы этот пользователь потом там через полгодика потом через год так это немножечко отчитался вот действительно я вам написал а вы там что-то там это не допоняли вот опа вышла и я стала здоровая цветущая здоровой цветущей и так далее так надеюсь теперь буду здорово надеемся что будем здоровы что кто-то за вас вот это сделает и все будет нормально а может еще кое-что надо будет сделать я так думаю надо еще наверное что-то будет сделать такое этакое ну хотя бы допустим вот поголодать изменить питание вот как в прошлом случае и печеночку так это почистить хорошенько то есть мы тут вот это и надеюсь буду здорово я не зря вам рассказал немножечко про печень что печень это основная железа нашего организма и когда она нормально работает то организм здоров а как ее сделать нормальной вот именно вот предыдущая 40-летняя женщина она вот сделала значит с помощью голодания душила разного рода паразитов а с помощью очистки печени нормализовала работу и плюс все это закрепило питание то есть не не только тут вот очищение от паразитов тут еще кое-что надо сделать для того чтобы быть здоровым так но не быстро лечение долго до года а вы знаете если правильно все это дело делать то все это вот правильно вы туда куда надо попадете все это дело у вас может пройти за один месяц а если не то делаете останется на всю жизнь так а что делать если анализы в норме видите если анализы в норме а сама я лихожу все болит то есть организм насколько я понимаю заражен вот этими паразитами которые которые в огромном количестве вообще в организме что что все болит удачи всем выздоравливайте ну мы не просто выздоровели а делимся тем как мы выздоровели а не выздоравливаем вот чем разница вот разница в мышлении мы уже выздоровели и рассказали а вы пока изложили как бы сказать ну концепцию своего лечения и якобы будете так сказать в конце его здоров ну очень интересно узнать я думаю что вот такой разбор вам будет полезен разный подход есть вот знаете вот со стороны науки со стороны допустим вот просто обыкновенного человека который решил действовать и результат то